всем привет 10 советов для улучшения производительности рисования изображения это перевод статейки из журнала game developer от 1995 года то есть это будет я не могу сказать что прям всем будет полезно но для кого-то это будет интересно а кому-то может быть даже полезно особенно тем кто занимается или занимался или сталкивался с проблемами производительности рисования чего-либо особенно для те кто сталкивался с у кого есть опыт в написании своих собственных графических функций которые рисуют начиная от линии заканчивая там изображениями и так приступим и снова мы отправляемся на поиски того как можно увеличить производительность графики на этот раз мы собираемся посмотреть на то как рисуются изображения и на факторы влияющие на производительность в этом процессе мы исследуем множество факторов которые негативно влияют на производительность и техники которые вы можете использовать чтобы минимизировать их большинство этих факторов применимы ко всем графическим режимом от 16 цветного ега до супер века мы будем использовать 256 цветный режим с разрешением экрана 320 на 200 пикселей и для нашего фона будет использоваться тайл 18 пикселей в ширину и 12 в высоту тайл происходит от английского слова тайл что переводится как плитка тайловая графика это метод создания больших изображений изображение составляется из маленьких фрагментов одинаковых габаритов площадь обновления в нашем примере будет 288 пикселей в ширину и 192 пикселя в высоту или 55296 пикселей в целом тайлы хранятся в памяти строка за строкой слева направо сверху вниз для тестирования будут использоваться пять различных конфигураций первое это процессор с тактовой частотой 40 мег герц с медленной и с а тридент вга картой вторая конфигурация процессор с тактовой частотой 40 мега герц с быстрой isa at graphics ультра плюс третья конфигурация это процессор с тактовой частотой 33 мега герца от хиллит пакет с с 3 вга в материнской плате четвертая конфигурация это процессор с тактовой частотой 66 мега герц с какой-то там тоже картой и пятая конфигурация это процессор с тактовой частот 90 мега герц от pentium с отличной видеокарты чтобы уменьшить влияние кэшей памяти на результаты наших тестов каждая функция будет вызываться 10000 раз с использованием одних и тех же буферов данных наша процедура для рисования тайла довольно проста она маленькая гибкая использует только целые числа и имеет всего три исполняемых оператора кроме того она ужасно медленная идеально подходит для наших тестов эту функцию вы собственно говоря видите на экране и так прием номер один не вызывайте разделенные функции по рисованию пикселей при отрисовке изображения используйте встроенный код прямо в месте рисования вместо вызова отдельных функций подумайте о том сколько потребуется вызовов чтобы нарисовать изображение или же заполнить им весь экран суть этого приема можно выразить двумя словами накладные расходы каждый раз когда вы вызываете функцию ваша программа берет на себя накладные расходы по перемещению параметров выполнение удаленного вызова настройки страницы стека очистки стека выполнению команд возврата для чего-то простого например рисование пикселя время потраченное на обработку отдельной функции может приблизиться к времени непосредственной отрисовки пикселя давайте подумаем вот о чем на каждую перерисовку экрана приходится пятьдесят пять тысяч двести девяносто шесть вызовов тайминги intel показывает что выполняется 24 цикла процессора на 486 процессоре только для вызова функции настройки страницы стека и возврата функции в реальности количество циклов процессора может быть больше около 35 циклов процессора на один вызов функции использование вызова этой функции для каждого пикселя может потребовать примерно 1 и 3 тире 2 миллиона циклов процессора на заполнение всего экрана лучше использовать эти циклы для других целей и так перепишем нашу функцию set point используя ассемблерный код в виде встроенных ассемблерных команд и тем самым не будем делать отдельный вызов функции рисования и вот наша исходная функция собственно говоря если хотите на нее посмотреть нажимайте сейчас прям паузу потому что я паузы делать не буду а вот переписанная функция точно также нажимаем паузу если их хотим посмотреть по внимателю и так эта версия показывает значительное улучшение производительности на наших тестовых машинах мы зафиксировали увеличение производительности на 22 процента 31 39 38 и 10 соответственно если усреднить то получается производительность увеличилась на 30 процентов посмотрим на эту таблицу в ней результаты тестов листинг 1 это наша исходная функция а листинг 2 это только что переписанная но в этой таблице я думаю вы уже поняли чем меньше цифра строках тем лучше производительность накладные расходы на вызов функции составляли разницу между 16 и 20 кадрами в секунду но вызов отдельной функции для рисования пикселя это только вершина айсберга в обеих примерах скрывается одно из самых больших препятствий для графической производительности это инструкция или команда out прием номер два минимизируйте количество инструкций out для видеокарты вкратце команда или инструкции out в ассемблере выполняет вывод данных в порт с помощью команды out выполняется вывод на все стандартные устройства ввода вывода такие как клавиатура последовательные параллельные порты жесткий диск и другие накопители также можно использовать эту команду для прямой записи видеопамяти кроме того через спорты выполняется управление почти всем железом таймером динамиками так далее и тому подобное команды out это единственный способ получить доступ к различным управляющим регистром на видеокарте и поэтому нам без них ну никак не обойтись они нужны для практически всех режимов видеокарты они необходимы но скорость их работы достаточно медленная по данным от intel команда out требует 10 циклов на 386 процессоре и 16 циклов на 486 хотя это не самая быстрая команда 16 циклов процессора не кажутся уж такой серьезной проблемой 16 циклов центрального процессора отражают только накладные расходы на обработку центральным процессором никакое упоминание не сделано из шины ввода вывода или на саму видеокарту для большинства менеджера памяти и операционных систем процессор должен проверить команду out на правильность а это может добавить еще от 10 до 20 циклов процессора учитывая все эти факторы инструкция out фактически занимает от 30 до более чем 70 циклов процессора такая большая дисперсия связано с в связи с различиями в процессорах материнских платах шинах ввода вывода и видеокартах имею ввиду эту информацию сколько же нам нужно вызовов команды out для того чтобы нарисовать наш тайл четыре один вызов для каждого из четырех плоскостей режима мод x если мы перепишем код рисования нашего тайла чтобы нарисовать все пиксели на одной плоскости прежде чем перейти к следующей это должно быть намного быстрее и так мы сократим количество вызовов команды out за раз с 256 до 4 ну собственно говоря смотрим на наш переписанный код а теперь смотрим на табличку и вне результаты тестов мы видим увеличение производительности на 43 процента 19 51 50 и 127 процентов по сравнению с последней версией данные по 386 машине показывают насколько может быть велика вариация из-за одной только видеокарты быстрый pentium показал что факторы за пределами процессора могут замедлить его по сравнению с той рутины что мы начали с которой мы начали в начале мы в среднем улучшились примерно на сто процентов следующие два метода ускорения менее очевидны но растяя разделяют одну и ту же философию уменьшить накладные расходы удалив ненужные или избыточные части кода прием номер три для частой рисуемых изображений используйте специальные функции жестко закодированными значениями вместо функции общего назначения вы можете выбрать переменные которые вы кодируете как константы и удалить функции которые вам не нужны вы должны подумать о функциях которые вы используете особенно если они взяты из сторонних библиотек задайте такие вопросы об этих функциях ну которые там например сторонние да если у них входные данные которые всегда будут одинаковыми если в них вызовы функций которые никогда не понадобятся являются ли они достаточно гибкими для моей программы если вы ответите да на эти вопросы то вам стоит задуматься о написании своих функций вместо этих для своих конкретных задач например представим функции из некой графической библиотеки которые имеют понятие прозрачного цвета или могут обрезать ту часть изображения которая не попадает в указанную прямоугольную область и мы четко знаем что у нас не будет таких изображений или ситуации когда изображение не будет полностью попадать прямоугольную область в этом случае компьютер каждый раз будет тратить время на то чтобы проверить то что никогда не произойдет соответственно для увеличения производительности нужно реализовать свои версии таких функций без нужных без ненужных проверок в нашу функцию рисования тайла мы передаем две переменные ширину по x и высоту по y но согласно нашей спецификации единственный тайл который мы будем рисовать имеет размер конкретный размер ну вот в данном случае возьмем тайл 16 на 16 мы можем реализовать специальную версию для наших тайлов 16 на 16 и сэкономить накладные расходы на передачу этих переменных при каждом вызове функции рисования тайла если у нас есть тайлы с другими размерами мы можем написать для них свои версии функций для рисования рассматривая код для рисования тайла с учетом этого всего мы видим другую ситуацию когда наш код делает что-то что может быть ненужным почему мы делаем умножение каждый раз когда рисуем пиксель это приводит нас еще к одной технике ускорения прием номер 4 по возможности заранее просчитывайте часто необходимую информацию используйте таблицы поиска вместо вычислений рисование изображения должно быть связано с передачей данных а не с их вычислением при более внимательном рассмотрении нашего кода мы видим что для каждого построенного пикселя при вычислении адреса на экране выполняется одна команда умножения это не страшно но умножение занимает от 10 до 26 циклов процессора и мы это делаем 55000 раз 296 для каждого экрана если мы остановимся и подумаем о том что умножается нас поразит это осознание мы умножаем одни и те же 200 чисел снова и снова потому что мы знаем насколько широким будет экран и мы будем знать какими будут значения y координат пикселей почему бы не сделать все умножения за один раз и не сохранить результаты в таблице этот метод известен как использование таблиц поиска используя таблицу поиска в нашей функции рисования мы можем заменить инструкции move которая занимает от 10 до 26 циклов последовательностью поиска которая занимает от 2 до 4 циклов даже с таймингами которые зависят от точных умноженных чисел мы легко увидим экономию по крайней мере в полмиллиона циклов на каждый нарисованный экран наша функция рисования на самом деле не отдает должного преимущества которому может предоставить таблица поиска более сложные вычисления такие как квадратные корни синусы или косинусы векторы вращение и масштабные коэффициенты могут занять сотни циклов процессора но их тоже можно заменить поисками таблицами поиска которые занимают всего пару циклов не удивительно что такие графические игры как вольфенштейн 3d doom tie fighter wing commander и многие другие широко используют таблицы поиска теперь давайте повторим нашу функцию рисования тайла и применим методы ускорения 3 и 4 и результат вы видите на экране мы видим увеличение производительности на 20 22 33 37 и 37 процентов в целом мы добились увеличение скорости на 100 процентов на 386 машинах на 180 процентов на 486 и на 240 процентов на пендиум похоже что у нас заканчивается методы которые включают себя только изменение кода пришло время обратить внимание на фактические данные экрана и саму вга карту детальное понимание того как процессор память и видеокарта работают и взаимодействует друг с другом позволит нам раскрыть факты которые мы можем использовать для дальнейшего улучшения наших функций память оказывается и есть ключ мы знаем что видеопамять медленнее обычной оперативной памяти так как так как же лучше всего получить к ней доступ я сделал некоторые исследования для определения скорости записи видеопамяти с помощью различных методов результаты обобщены в таблице которую вы видите на экране вы можете заметить что 16 битная запись занимает столько же времени сколько и 8 битная глядя на наш код рисования мы используем 8 бит для рисования 2 пикселя за один раз когда мы могли бы использовать 16 бит для рисования двух пикселей за одно и то же время это подводит нас к следующей технике ускорения прием номер 5 при записи данных на вга карту по возможности используйте 16 битную запись она занимает столько же сколько и 8 битная запись но передает два раза больше данных в режиме видеокарты мод x запись 16 битного значения будет для двух пикселей который находится на расстоянии четырех пикселей друг от друга они рядом друг с другом но наши данные изображения хранятся линейно мы можем либо собрать два пикселя вместе перед каждой записью либо использовать следующую технику ускорения прием номер 6 расположите данные изображения в том виде в котором они будут нарисованы видео памяти для режима видеокарты мод x или 16 светного режима нужно разделять данные то как мы видим наши графические данные зависит от нас разработчиков игр точнее то как мы храним наши графические данные эти решения диктуют как должны работать наши графические функции это дает нам еще одну область где мы можем разработать наши функции чтобы они работали как можно больше и более эффективно глядя на очередные тайминги видеопамяти мы сталкиваемся с возможным замедлением 16 битной записью когда 16 битное значение записывается в нечетный адрес видео памяти она занимает два раза больше времени чем четный адрес причина этого кроется в том как вга карта и шина работают вместе когда записанные данные пересекают 16 битную границу шина развивает их на две отдельные записи дальнейшее тестирование показывает что на тестируемых видеокартах локальной шины 16 битная запись замедляется только по нечетным адресам которые пересекают двойные границы слов выравнивание данных по записи по размеру видео шины 16 или 32 бита дает нам еще один метод ускорения прием номер 7 при создании и вычетке изображений по возможности выравниваете данные по границам слов и двойных слов может быть выгодно иметь отдельные функции для четных и нечетных адресов данных изображений это создает проблему для под программ которые могут рисовать изображение в любом положении на экране некоторые позиции будут начинаться с четных адресов а некоторые с нечетных изображения нарисованы по 16 бит за раз на нечетных адресах будут медленнее чем на четных зависимости от обстоятельств может быть выгодно иметь две отдельные функции рисования одну для четных адресов или координат и одну для нечетных адресов или координат в случае нашего тайла позиции которые мы выбрали для тайла находится лишь по четным адресам поэтому мы можем оптимизировать наш код для него хотя оперативная память работает быстрее чем видеопамять выравнивание данных работает точно также большинство процессоров одновременно считывает 32 бита выравниваемых данных даже если требуется всего 8 бит 16 или 32 битное чтение которое охватывает два 32 битных блока будет разбито на два отдельных чтения это дает нам еще один метод ускорения который использует выравнивание память прием номер восемь попробуйте сохранить данные изображения так чтобы они были выравнены по 32 битным границам памяти структуры данной и таблицы так что данные после этого будут выравнены в памяти этот может показаться повторением приема 6 но это не так мы могли бы переупорядочить наши данные изображения и хранить их в системной памяти по нечетным адресам мы должны смотреть на то откуда поступают данные изображения а также на то куда они идут когда наше изображение имеют нечетную ширину может быть выгодно добавить заполняющие байты между каждой строкой данных чтобы функция которая рисует линию могла быть уверена в максимально быстром чтении из системной памяти взяв все эти знания о том как работает память и в га карта мы можем вернуться назад и снова переписать наш код рисования тайла просто потому что мы делали оптимизации общего назначения раньше не означает что мы не должны на нее смотреть снова теперь когда мы подробно изучили наши потребности у нас есть больше информации для работы например поскольку мы знаем размер наших изображений мы можем применить технику называемую разворачиванием петли это дает нам еще одну технику ускорения прием номер 9 не забывайте о обычной оптимизации языка ассемблера после применения других методов ваш код может измениться чтобы вы могли использовать стандартные методы такие как развертывание цикла замена команд и т.д. и т.п. направьте свои оптимизации на 486 системы и pentium 286 системы уже почти мертвы но многие оптимизации все еще ориентированы на них принимая во внимание все что мы знаем мы можем написать наш код рисования тайл размером 16 на 16 и сейчас вы видите его на экране код полностью переписывается на ассемблере с развернутыми циклами данными изображений хранящимися в плоскостях и выровненными 16 битными записями после тестирования мы видим что данные изображения и методы выравнивания действительно работают на этот раз наши результаты еще лучше улучшение скорости по сравнению с нашим первоначальным результатом просто поразительно мы достигли общего увеличения на 500 процентов и тысячу процентов на 386 машинах на две тысячи процентов на 486 машинах и на полторы тысячи процентов на пентиум но с точки зрения результата мы по-прежнему делаем то же самое на данный момент некоторые из наших результатов выглядят почти подозрительными тестовые функции несколько идеализированы из-за попыток свести на нет влияние кэша но нельзя отрицать что мы можем получить огромное увеличение производительности в каждой системе применяя все наши методы ускорения есть ли еще способы улучшить наш код рисования тайла я уверен что есть тот факт что мы не обсуждали их здесь не означает что они не существуют с этой мыслью я даю вам последнюю технику ускорения прием номер 10 никогда не думайте что ваши функции настолько быстры насколько это возможно всегда думайте о новых способах улучшения вашего кода думаю об этом всегда мы узнаем больше и открываем больше возможно у вас есть техника ускорения которую я упустил значит вы можете ускорить рисование тайла еще лучше ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока